Во всем мире День здорового пищеварения отмечается ежегодно с 1958 года. Он был учрежден по инициативе Всемирной организации гастроэнтерологов. Его цель – привлечение внимания общественности к растущему количеству проблем нарушения пищеварения и нахождение эффективных путей борьбы с ними. В этом году День здорового пищеварения появился и в России. В нашей стране стали вот так задумываться несколько лет назад, но именно праздником мы это сделали, можно так сказать, только в этом году. Именно 29 мая в этом году особенно отметили то, что здоровое пищеварение ведет к здоровому образу жизни. И здоровый образ жизни к здоровому пищеварению. Вопросом здорового пищеварения не зря посвящен целый день в году. Дело в том, что именно от пищеварения в большей степени зависит наше здоровье и самочувствие. Хотите прожить долгую счастливую жизнь? Следите за тем, что вы едите. Вспомним, какое питание было при Советском Союзе. Как раньше было. То есть ели пищу более здоровую, то есть свою. Пища была какая? Утром человек вставал, он ел кашу, потом он перекусывал, даже в школах такое было. Потом был обед, потом полдень, мы в те же дни эти часы не придумывали, потом был ужин. И как-то люди особенно на ночь не наедались. Сейчас у нас получается из-за такой, может быть, даже жизни, может быть, даже из-за того, что мы так себя поставили, мы крепко наедаемся утром, потом мы целый день не едим, потом мы приходим и на ночь едим снова. Давайте разберёмся, что происходит в нашем пищеварительном тракте. То есть мы поели, все вещества поступили в организм, организм тоже начинает есть, а потом целый день даже у некоторых и воды не бывает в организме. Вечером мы снова с вами пришли, до отвала наелись и легли спать. Это ведёт обычно к тому, что у нас очень много людей появилось тучно. Наш организм намного разумнее нас самих. Если вы научитесь прислушиваться к собственным ощущениям, вы совсем скоро начнёте понимать, какая пища вам подходит, а какая, наоборот, категорически противопоказана. Но точность ещё и не в этом. Если раньше были столовые, в которые ходили, ну да, я тоже не могу сказать, что они были уж очень хорошими, но там было первое, второе, третье, завтраки, каши. Люди ели, опять же, здоровую пищу. Сейчас это чаще всего какие-то одноминутные, можно сказать, забегаловки, где готовят неизвестно что, неизвестно из чего. И давно-давно приготовленная пища, которая часто-часто подогревается, размораживается, снова подогревается. Я веду ведь к чему. Фастфуды эти все, они очень нам вредны. Второй вопрос – газированная вода. Ведь никогда в жизни раньше не было газированной воды. Люди пили либо простую воду, кисель, компот, чай. Мы даже кофе употребляли намного меньше. И вот именно это питание приводит, опять же, к ожирению. Ожирение ко многим заболеваниям. Люди едят все без разбора, а затем садятся на диеты. Вы знаете, такая масса диет, что их все даже не перечислишь. Но они однобойкие. Да, можно очень быстро сбросить. Есть же даже трехдневная диета, когда мы с вами ничего практически не едим. Сбросили вес, потому что в организм ничего не поступает. Но давайте посмотрим через день, два, три. Человек снова наедается, и вес еще больше растет. Вторые диеты садятся на листик капустный. Я бы по-другому этого и не назвала. Потому что они едят только лист капустный. Они едят какие-то овощи, которые ничего не имеют. Организму опять плохо. Он же не получает витаминов. Они худеют. И худоба доводится до того, что человек становится просто-напросто кожа до кости. Но это же ведет в психиатрию. Обычно вот эти заболевания, которые начались вроде бы с полноты, потом худоба, а потом лечение в психиатрической больнице. Кто-то предполагает, что для здорового пищеварения необходимо полностью отказаться от мяса и перейти только на вегетарианскую пищу. Но дело в том, что вегетарианство и вегетарианство разница. Некоторые хорошо себя чувствуют, но организм тоже разный. Но опять же, фасоль – это продукт. Орехи – это продукт, который имеет растительные белки. Но не все люди могут быть вегетарианцами. Кому-то это полезно. Надо тоже спросить у врача ли. Кому-то это очень вредно. Поэтому, переходя на вегетарианскую пищу, некоторые наоборот – одну белковую пищу. Кто-то другой диетой занимается. Прежде всего, нужно знать свои болезни и знать, какую пищу может принять именно организм его. Чтобы ваш пищеварительный тракт постоянно был абсолютно здоровым, вы должны уметь грамотно организовать свое питание. Самое-то главное – утренний прием пищи. Ведь мы с вами встаем. Лучше всего, конечно, выпить сначала воды. Простой, комнатной температуры, потому что начинает работать кишечник. Через некоторое время поесть кашу. Каши, каши. Но в зависимости от того, какой организм, каши должны быть разные. Это же не обязательно овсянка должна быть. Вот говорят, что только овсянка, только полезна. Нет. Некоторые организмы, у некоторых людей просто не переносят овсянку. Тогда есть другие каши, и гречневая каша, и, сами знаете, кто-то переносит хорошо пшенную, кто-то рисовую. Ну, то есть это должна быть каша. Каша чаще, ведь, как делали, размазню. Она не просто так размазня. Желудок должен получить слизь. Должен заработать. То есть когда заработает пищеварительная система, ну, естественно, не в самую кашу, а вообще можно добавить и какой-то фрукт, это утро. Потом у нас идёт обычно второй, как бы, перекус. Вот тогда очень хорошо поесть или овощ какой-то, или фрукты, ну, и чай, или какие-то вещи. В течение... Потом обед. Обед же не обязательно с супом. Он может быть с салатом и вторым. То есть мы должны просто дробно питаться. И питание должно быть разнообразным. Но необходимо думать не только о качестве продуктов, но и об их количестве. Количество, если человек склонен к полноте, если он мало движется, то, конечно, количество лучше пополам разделить. Пусть то половинное. Сначала очень хочется есть, но потом организм привыкает, и есть так уже не хочется. А в течение всего дня надо пить воду. Полтора-два литра воды должно поступать в организм обязательно. Тогда он будет правильно работать. Тогда наш организм и наша пищеварительная система будет уже положительно работать. Суть здорового пищеварения ещё заключается и в том, что есть можно всё, но понемногу. Кто-то любит очень сало. Но никто же не говорит, что нельзя сало, потому что там жир, который переваривается туго. Но кусочек сала никто же не отменил. Заболевания желудочно-кишечного тракта не опасны для жизни. Но при длительном бездействии поздно или рано могут привести к опасным осложнениям. – Посмотрите, во-первых, что вы едите. Второй вопрос – бывает ли у вас диспептические явления. Ведь у многих бывают и поносы просто непонятного значения. У кого-то, наоборот, запоры. У кого-то изжога. Ведь мучаются очень многие изжоги. Нужно пойти, я думаю, к терапевту и сдать анализы. А потом, если нужно, будут какие-то дополнительные обследования, к гастроэнтерологу сходить. Пищеварение – один из жизненно важных процессов не только человека, но и всех живых в существенной земле. А здоровая пищеварительная система является залогом не только эффективного контроля, но и хорошего самочувствия. – Следите за собой. Жить будете дольше. Потом занимайтесь физкультурой. Физкультура должна быть тоже посильной. И тогда мы с вами будем здоровы. А здоровая нация ведет к тому, что мы будем долго жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова